Их служба и опасна, и трудна. В период пандемии медики детской инфекционной больницы работают в усиленном режиме. Утро заместителя главного врача по детству Натальи Кабановой начинается здесь, в комнате, где медперсонал облачается в специальную защиту перед тем, как идти в красную зону к больным. Они, конечно, настоящие герои, потому что совершенно без страха, самоотверженно пустились на борьбу с этим невидимым врагом. Защитная одежда здесь обязательно для всех. Специальный комбинезон, бахилы, две пары перчаток, маска. В такой амуниции медики проводят по несколько часов. Самое главное лицо, глаза, дыхательные пути, которые являются основными входными воротами для данной инфекции. О выбранной профессии никогда не жалела, признается Наталья Павловна. Медиком мечтала стать с детства. В семье она единственный врач. За добросовестное исполнение профессиональных обязанностей, в том числе в период пандемии COVID-19. Наталья Кабанова награждена орденом Пирогова. Свою победу она посвящает родителям, которые всегда поддерживали ее выбор, а также всему коллективу больницы, который каждый день встает на защиту жизни маленьких пациентов. Я, конечно, благодарна и руководству страны, и руководству региона, и Министерству здравоохранения Самарской области за то, что мой, казалось бы, повседневный труд, он был отмечен на столь высоком уровне. Вот эта отрасль медицина – это, по сути, ежедневное служение людям, это ежедневная победа, это спасение человеческих жизней, и этим занимаюсь не только я одна. Все мои коллеги, они самоотверженно работают, и они достойны высоких наград. Почивать на лаврах медикам некогда. За несколько месяцев в детской инфекционной больнице от коронавируса вылечили 500 пациентов. И работа в усиленном режиме продолжается. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События.